День, который войдет в летопись о Хтубинской земле. В рамках первосвятительского визита в Астраханскую митрополию впервые наш город посетил глава Русской Православной Церкви. Кто крайний на прививку? В Ахтубинском районе план по иммунизации населения выполнили почти на 40%. Ожидается поступление второй партии вакцины. Полвека по дорожке шагают садик ножки. В этом году детский сад номер 4 отмечает свой 50-летний юбилей. И обо всем этом не только подробнее. Начнем наш выпуск главного события этого дня. Сегодня в рамках первосвятительского визита в Астраханскую митрополию святейший патриарх Московский Исия Руси Кирилл посетил Ахтубинск. Его приезд, безусловно, стал событием историческим и для Ахтубинской епархии, и для всех жителей гордого района. Встреча с патриархом состоялась на территории храма Владимирской иконы Божьей Матери. Подробнее об этом Татьяна Фомина. Ахтубинцы стали приходить к храму с самого утра. Было довольно холодно, ветер пронизывал с головы до ног. Однако напугать прихожан суровой погодой в такой день было нереально. Желание увидеть патриарха перевешивало все. Идем патриарха встретить, поклониться ему. Иногда слушаем проповеди патриарха по телевизору, и сегодня вот пришли, чтобы он сказал нам это как бы вживую. Он великий человек, он высший в церкви, ну и с удовольствием надо послушать его речь. Что ты хочешь услышать? Как он рассказывает о Боге, как он уважает, помогает, заботится о нас. Мы со всем классом собрались, чтобы послушать проповедь о мире, о дружбе, понять все-таки, что главное в жизни, чтобы нас направили на правильный путь. С каждым часом на территории кафедрального собора Ахтубинской епархии становилось все многолюднее. Для тех, кому трудно было стоять, из храма были вынесены скамейки. У многих в руках были телефоны, чтобы на камеру запечатлеть радостные моменты и букеты цветов для столь желанного, дорогого гостя. Попробуем вручить, если удастся, очень хочется, конечно. Но я считаю, что это очень такое событие великое, которое пропустить просто невозможно. Поэтому вот с дочерью пришли. Хотелось бы, чтобы патриарх по головке бы потрогал, чтобы благословил бы. Хотелось бы, но слишком нас тут много. Трудно же ему тоже. Так что я очень жалею, что я раньше не знала Бога. Я в органах работала, поэтому мне не разрешалось даже крестить сына. А сейчас он у меня в духовном семинарии учится. Сегодня к половине седьмого пришла сюда. Да, так что счастлива я. Вместе с мирянами приезда патриарха ожидали священники. Они приехали с самых разных уголков Актубинской епархии. Кому-то из них святейшего патриарха предстояло увидеть впервые. Ну а кому-то в этом плане повезло больше. Я знаю, что десятки наших прихожан приехали сюда из села Кабусиньяр, военного городка, чтобы увидеть святейшего патриарха. Для многих это очень важно и волнительно, потому что впервые в жизни у них такое событие, встреча с патриархом, хоть даже и дистанционная, но тем не менее. Ну я обучался в Московской духовной академии, в аспирантуре Московской духовной академии. Туда патриарх, конечно, часто приезжал. Она находится на территории Сергея Лавры. Там не раз видел. По-моему, когда был в Волгограде теракт, святейший патриарх приезжал, чтобы послужить панихиду по усопшему времену теракта. Информационный отдел выкладывает график, как служил патриарх в течение всего года. Я бы не выдержал просто таких нагрузок, наверное, мало кто бы выдержал. Каждый день и утром, и вечером службы, еще какие-то встречи, мероприятия, еще какие-то документации. Ну это просто трудоголик. И человек, который полностью посвятил себя церкви, все свои силы отдает наслаждение церкви без задачи. И, конечно, многое сделано в его патриаршество, то, чего не было раньше. Одно из самых важных достижений, мне кажется, это вообще то, что появилось в нас межсоборное присутствие. Это была мечта еще патриарха Тихона Святого, чтобы в русской церкви до собора уже обсуждались какие-то важные церковные документы. Также идея разукрупнения епархии, которая прошла по всей Русской Православной Церкви, это тоже очень важно. Благодаря этой идее появились маленькие епархии, такая как наша Ахтубинская, где церковная жизнь резко дала какой-то новый импульс. Она ожила с новой силой, с новой энергией. Вот здесь у нас построен замечательный образовательный центр. Появилось сестричество, появилось молодежное движение, появились епархиальные отделы. Все бы этого не было, если бы епархии не были разукрупнены. Колокольный звон известил собравшихся о прибытии патриарха Кирилла. На территорию храма он приехал уже вместе с епископом Антонием. Их встреча состоялась чуть раньше в Ахтубинске, в аэропорту. В числе первых высокого гостя встречали глава Ахтубинского района, а также участники молодежного православного движения Ахтубинской епархии. Приветствую вас, я дорогие народы. Здесь стоит отметить, что святейший патриарх Кирилл приезжал в наш регион еще в качестве митрополита 12 лет назад, то есть в 2005 году. У него в Астрахани исторические корни. Если говорить о посещениях патриархами Астрахани и региона, то это уже случалось неоднократно. Патриарх Алексий I был здесь, патриарх Алексий II был дважды. Для Ахтубинска приезд патриарха поистине великое историческое событие, ведь это случилось впервые. Ваше святейшество, приветствую вас сегодня на Ахтубинской земле. Мне вспоминается наша первая встреча. Мы тогда сказали, что для того, чтобы достигать цели, нужно мечтать. Мечтать о том образе устроения церковной жизни, к которому мы все стремимся. И сегодня мы встречаем нашего отца. Мы благодарны вам за эту нечаянную радость. Искренне от всего сердца радуемся и ликуем. Нам очень хочется, чтобы вы почувствовали, что Ахтубинцы очень вас любят. Все, что мы делаем, мы делаем вместе с вами. Вы ваши соработники в деле церковного служения, устроения церкви. А вы наш всегдашний соучастник. По всех наших делах своим словом, молитвам, примерам. Я вас очень благодарю, от всех клириков и мирян нашей эпархии. Примите, пожалуйста, букет таких разных, но собранных вместе цветов. Спасибо вам. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, я очень рад привезти в Ахтубинске и всех вас увидите. Когда возникла мысль о необходимости создания Ахтубинской эпархии, то, как в таких случаях бывает, всегда возникают и за, и против. И мне кто-то говорил о том, что это такое место, где трудно будет создать эпархию. Но почему-то казалось, что на огромных просторах Астраханской области должна быть непременно еще одна эпархия. И теперь я своими глазами вижу, что решение было принято правильным. Потому что появление эпархии даже в районных центрах играет большую роль и в организации духовной жизни, и вообще в организации жизни людей. Ведь так всегда бывало в нашей истории. Шли на восток землепроходцы. Но земля считалась русской землей. Тогда, когда создавались эпохиальные центры, когда строились храмы и монастыри. Вот так мирно и спокойно земля наша и вошла в орбиту великого русского государства. Многонационального государства, где бок о бок живут люди разных религий и национальностей. Это особенно чувствуется здесь, на Астраханской земле. Дай Бог, чтобы всегда нас объединял мир. Способность вместе трудиться и сознавать Россию нашей Родиной, нашим единым общим домом. Если мы избираем добрые, благие цели, если мы мобилизуем себя, а если имеем власть, то и других людей на достижение этих целей, то мы двигаемся не просто вперед, мы двигаемся вверх. А Бог-то из нами и поставил задачи идти навстречу Ему, двигаться вверх. И вот для того, чтобы народ нас по-настоящему просветал, для того, чтобы Отечество наше еще более становилось прекрасно, мы все должны эти наши земные цели непременно сочетать с целями духовными. Не только вперед, но и вверх. Это самый правильный и удивительно эффективный способ личного и общественного просветания, когда мы духовное соединяем с материальным. Вот для этого мы и строим храм, и создаем епархию, чтобы люди ближе почувствовали Бога в сердце своем, чтобы научились соединять вот это небесное и земное. И чтобы в ответ на эти наши усилия достигать подлинных целей, Господь преклонял нам свою милость. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Владыка Антоний, за труды, которые вы несете. Я радуюсь увидеть и кафедральный храм, и этот центр духовный, просветительский, партиальный центр. Пусть Господь преклонит милость к Аккубинску и Аккубинской епархии. Всех вас, дорогие, сердечно приветствую и рад видеть вас, лица. После общения с прихожанами патриарх зашел в храм, откуда проследовал строящийся духовно-просветительский центр. Аккубинцы не спешили расходиться, желая дождаться тех минут, когда еще можно будет увидеть патриарха. Божья благодать, радость, и холодно, и вроде бы мы замерзли, и все, но радость на душе большая. Мы приехали с Храбалей, собирались в Астрахань поехать, но решили приехать в нашу Аккубинскую епархию. Господь сподобил, чтобы на нашу землю приехал наш патриарх. Мы очень рады, молимся. Вот сейчас он вошел в храм, а мы стоим и молимся. Дай Бог здоровья ему, многие лета. Тем временем в храме представители духовенства сделали несколько совместных фотографий. Патриарх благодарил Аккубинских священников за теплый прием. На этом визит святейшего в Аккубинск подошел к концу. Прости Господи, помощи Божьей вам всем. Однако не только в храме побывал патриарх, но и на дорогом многим Аккубинцам месте, мемориальном комплексе «Крыло и кара». Он мне понравился, он молится Богу. А ты молишься? Да. Мы берем сном, мы молитву читаем, мы утром читаем, когда в школу уйду. Сегодня я в школу не пошла, потому что я патриарха Кирилла хотела встретить. Патриарха Кирилла встретила? Да. Для нас вера – это чисто, нужно сказать, интимная вещь. Честно говоря, для меня нет. И я шла, конечно, на эту встречу, как на большое свидание. И получила от этого большое удовлетворение. Приезд патриарха Кирилла в Ахтубинск состоялся в рамках визита святейшего в Астрахань. Сегодня же в областной центр выехало несколько священнослужителей Ахтубинской епархии. Они примут участие в сослужении патриарху. В Казанском соборе состоится всеночное бдение. Ну а завтра в Успенском соборе в Кремле будет отслужена литургия. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Владислав Лихварь, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. Идем далее. Россиян может ждать опасной эпидемии гриппа в этом сезоне, предупреждают медики. К подобным заключениям они пришли вследствие изучения ситуации с болезнью в Южном полушарии, где сегодня эпидемия в самом разгаре. По словам специалистов НИИ, самым частым штаммом будет H1N1 – свиной грипп, который в 2009 году спровоцировал пандемию. В этом году планируется выйти на 90% общего охвата населения вакцинации от гриппа. Так, в Астраханской области на сегодняшний день от гриппа привито около 200 тысяч человек. Напомним, в регионе продолжается прививочная кампания. По данным регионального Роспотребнадзора, всего за эту осень планируется защитить от вируса более 400 тысяч человек. Из них более 100 тысяч детей. Сегодня в регион за счет федерального бюджета поставлено более 200 тысяч доз вакцины – савигрипп. В Ахтубинском районе прививочная кампания стартовала в конце августа. За полмесяца план по вакцинации выполнил практически на 40%. От 30 градусов тепла до плюс 15. Резко и наполовину. Температурные скачки – обычное явление для нашей области. Мало того, на этой неделе синоптики прогнозируют заморозки до 3 градусов ниже нуля. Вместе с прохладной погодой к нам в гости приходит простуда. Правда, к счастью, пока, как отмечают медицинские специалисты, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ахтубинском районе оценивается как благополучная. За прошлую неделю показатели заболеваемости ниже эпидемических порогов. На низком уровне заболеваемости. 136 за неделю регистрировать. 150 – это низкий уровень заболевания. И среди детей там идет 127-111 – самые показатели, кто дети. И основное заболеваемость от 0 до 2, из 3 до 4. Там тоже низкая – 31, 34. Несмотря на небольшие показатели, прогноз, который делают специалисты Всемирной организации здравоохранения, неутешительный. Согласно официальному заявлению ВОЗ, в 2017-2018 годах в России будут доминировать такие штаммы гриппа, как вирус группа B, Брисбин, и А, гонконгский H3N2, и свиной H1N1. Последний, по некоторым утверждениям, вернется к нам в новом виде. Этот грипп очень серьезный. Иммунитет у нас к нему еще пока не у всех выработано, особенно у маленьких детей. Они с ним будут только впервые встречаться с этим гриппом по-настоящему. Поэтому я призываю все-таки привиться. В этом году планируется охватить вакцинации 90% детского населения, 40% взрослого. Из федерального центра в рамках национального календаря профилактических прививок на наш район выделено 15 700 доз вакцины с авигрипп. В настоящий момент первая партия вакцин уже поступила в лечебное учреждение. За полмесяца прививочной кампании привито 6 тысяч взрослого населения и более 2 тысяч детей. Мы прививаем с 6 месяцев до 3 лет, которые в основном неорганизованы. Потом детские дошкольные учреждения и школы 1-5 класс, то есть 1-4 и 5-11 класс. И вновь напомним, перед тем, как отправиться на вакцинацию, необходимо пройти медицинский осмотр у врача-терапевта, поскольку на момент иммунизации пациенты должны быть абсолютно здоровыми. Вакцинация вводится пациенту исключительно внутримышечно. Противогриппозная прививка, по словам медицинских работников, переносится пациентами обычно хорошо. Смотрим, чтобы там крови не было, чтобы сразу не распухло. Пока таких не было, таких осложнений, припухлости, ничего такого не было. В настоящее время план по вакцинации выполнен практически на 40%. Если так пойдет и дальше, то это позволит сформировать коллективные иммунитеты и снизить вероятность эпидемии, отмечают специалисты. Однако стоит помнить, что вакцинация не борется с вирусом, а предотвращает развитие осложнений, минимизирует риски его развития. Первый раз делаете прививку? Нет, второй. И как вас? Отлично. Когда первый раз делали, заметили какие-то изменения? Никаких. Ну как, я не болел целый год, нормально все было. Хотя люди, которые со мной работают, болели. То есть вы за прививку? Конечно. Прививочная кампания в Ахтубинском районе продлится до конца октября. Медики отмечают именно сейчас самое идеальное время для того, чтобы сделать прививку. Ольга Лемайкина, Евгений Еловенко, Виталий Просочкин, Ахтубинск ТВ. Переходим к другим темам. Успеть увидеть красоту в концертно-выставочном зале Муза до завтрашнего дня включительно продлится выставка авторских работ нашей землячки Ирины Шуст. Напомним, уникальная для нашего города экспозиция под названием «Жили-были куклы» там открылась на прошлой неделе. Выполненные вручную, глубокие и многоплановые фигурки покорили сердца Ахтубинцев. Посетители выставки отметили изящную технику мастера и реалистичность экспонатов. После этой выставки в КВЗ Муза состоится новый показ. Чуть меньше месяца осталось до открытия еще одной уникальной экспозиции, где будут представлены работы не менее талантливых авторов. 27 октября у нас состоится открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Золотых рук творений». Приглашаем всех Ахтубинцев, гостей города, посетить эту выставку. Эта выставка будет заключать в себе множество работ, которые делают наши родные земляки своими руками. Милости просим. Продолжаем выпуск. Главные юбилейные торжества по случаю 300-летия Астраханской губернии намечены на 6 октября. Чтобы большинство жителей Астраханской области оказались причастны к празднику в каждом районном центре, в том числе и в нашем городе, в этот день будет установлен светодиодный экран для онлайн-трансляции торжеств в областном центре. А уже через неделю большой юбилей ожидает и Ахтубинский район. Знают ли ахтубинцы, какие юбилейные даты отметит регион и наш район в самое ближайшее время? Владислав Лихварь пообщался с жителями на улицах города. Для меня значимый праздник. Сегодня у меня день рождения. Вот такой, это я знаю. А еще в октябре я даже не знаю, какие праздники, честные слова. День учителя, день пожилых людей. День города. День независимости еще, да, или что? В октябре вообще много праздников и самый такой знатный, это день учителя, который, получается, проходит 4 октября. День района. Будем отмечать. Да, Ахтубинского района. Праздник района, это будет 90 лет ему. Вот намечается этот праздник. Ахтубинскому району будет 90 лет, губерния нашей будет 300 и будет отмечаться 6 октября на площади Ленина. Вы знаете, кто был основателем губернии? Ну, насколько я помню, Петр Первый. По-моему, если не ошибаюсь, это Петр Первый, нет? Петр Первый основал нашу губернию 300 лет назад. В детском саду «Звездочка» воспитывается уже не первое поколение ахтубинцев. Многие родители, которые сегодня приводят в него малышей, сами когда-то посещали это дошкольное учреждение. За 50 лет детский сад сильно изменился, начиная от внешнего облика, системы образования и заканчивая новым педагогическим коллективом. Но неизменная осталась теплая атмосфера, царящая в садике. Сегодня детский сад номер 4 – это работоспособный, дружный, творческий коллектив детей и сотрудников под руководством Татьяны Александровны Емцевой, которая пришла в это дошкольное учреждение 40 лет назад. Проработав два года методистом, ей, молодому педагогу, доверили руководство детским садом. Она говорит, что вся ее жизнь прошла в стенах этого учреждения. Это любовь и призвание, и судьба. Почему? Потому что я очень люблю свою профессию, люблю работать именно с людьми, с родителями. С детьми. Ну и, конечно, я вот даже не мыслю себя. Я со школы мечтала быть педагогом. Ну и моя мечта осуществилась. После института я пришла сюда работать. И вот 40 лет уже здесь бессменно, как говорится, работаю на одном месте. Воспитание – это не только наука, но и искусство. Одно из важнейших условий воспитания – любовь к детям. Разумная любовь – не сюсюканье, не заискивание и удовлетворение капризов, а настоящая забота – доброжелательное общение, внимательное отношение, тактичная настойчивость. Наталья Анатольевна Сверщук в детском саду работает уже 33 года и без детей своей жизни не представляет. Привязанность к работе воспитателя она объясняет просто. Вот уже на пенсии, вроде бы, ну все, все, по надыме надо выступить, да. Вот уйду, нет, детки, ой, этих доведу, этих начала, этих жалко. Нет, ну вот, любовь, наверное, к деткам. Кроме личностных качеств, педагог должен обладать многими профессиональными знаниями, навыками и умениями, необходимыми для осуществления педагогической деятельности. Эти качества приобретаются в процессе профессиональной подготовки. Педагоги повышают свой профессиональный уровень, участвуя в конкурсах и обучаясь в вузах. Я учусь заочно в Астраханском государственном университете, но это только его филиал находится в городе Знаменске. То есть он полноценный, филиал действует уже на протяжении лет, наверное, десяти. Вот, каждый отпускает на сессию, ездим, занимаемся там, замечательные преподаватели, преподаватели в основном все действующие специалисты. Ну, в саду я работаю совсем немножко, только четыре года. Вот, мне сад очень нравится, очень хороший коллектив, замечательные дети, очень хорошие родители, отзывчивые. Помощь методист оказывает все время. Очень дружный педагогический коллектив. Хороший воспитатель всегда знает, как увлечь и занять малыша, помочь ему справиться с нелегким расставанием с родителями. Дети очень тонко чувствуют, когда педагог искренне интересуется их проблемами. Таких воспитателей ребята очень любят и всегда вспоминают о них с теплотой и нежностью, даже покинув стены детского сада. О своем коллективе все действующие сотрудники детского сада номер четыре отзываются с теплотой. В детских учреждениях случайные люди, как правило, не приживаются. Коллектив у нас большой, у нас 12 групп, 24 воспитателя, у нас есть логопед, учитель, учитель-дефектолог, у нас есть инструктор по физической культуре, у нас музыкальные руководители, есть старший воспитатель, то есть 30 педагогов, ну и обслуживающий персонал, 67 человек. За полувековую историю четвертого детского садика здесь появились свои традиции и даже сложились трудовые династии. Музыкальный работник Оксана Кошель пришла в детский сад, где работала ее мама. Она, как и другие сотрудники, уверена, что дети должны развиваться разносторонне и гармонично. Ежегодно в музыкальную школу от нас уходят дети, я считаю, что с достаточной базой музыкальной. Что они любят больше всего на музыкальных занятиях? На музыкальных занятиях они любят, конечно, петь, инсценировать сказки. Территория детского сада номер 4 площадью 10 тысяч квадратных метров озеленена, оснащена прогулочными верандами и постройками для игровой деятельности. Имеются спортивные площадки, дорожка по обучению детей правилам дорожного движения, оформлены зоны сказочных героев, русского народного быта, имеются летний бассейн для игр с водой, искусственный водопад, фруктовый сад, разбит огород и высажены цветы. В настоящее время детский сад номер 4 посещают 237 человек. Группы полностью укомплектованы. Дошкольное образовательное учреждение пользуется большим авторитетом у родителей и воспитанников. Здесь созданы все условия для полноценного физического, интеллектуального и эмоционального развития. На мир посмотреть и себя, показать. Ахтубинцев напугала змея, которая ползла по оживленному тротуару в центральной части города. Очевидец, делавший это видео, рассказал, возвращаясь с работы домой, он чуть было не наступил на животное, стремительно переползающее пешеходную дорожку. Ядовитая гадюка или обычный полос. Определить, к какому семейству относится эта особь обычному человеку довольно сложно. Однако и без этих знаний такая полметровая черная змея может не на шутку напугать. Где сейчас героиня этого видеоролика неизвестно, на видео просматривается, как хладнокровная гостья городской среды направлялась в проезжей части. Это далеко не единственный случай, когда хищники подбираются поближе к людям. Переползающих через дорогу змей ахтубинцы не раз видели также и в заречной части города. Зоологи отмечают, это связано с тем, что в сентябре у змей всплеск двигательной активности. Они чувствуют наступление заморозков и ищут место зимовки. Такое сейчас происходит во многих регионах. Например, жители Самары в панике. Город просто кишит гадюками. Сотрудники МЧС за несколько дней отловили там шесть особей. Специалисты предупреждают, увидев такую жирность, самое главное ее не трогать. Берегите себя. На сегодня это все новости. До скорой встречи.